друзья всем привет очень рада вас видеть у нас на канале у нас сегодня ярко светит солнце и уже почти многое растаяло мы держим карантин находим сейчас вокруг дома гуляем уже даже в парк не ездим уже только вокруг дома хотя на днях ездили к друзьям которые тоже держат карантин и мы решили посидеть несколько дней вместе переждать что дети хоть как-то отдохнули социально сразу два доктора у оливки что вы уже давление померили я вас снимаю на меню на память и 28 марта вернулись а также 28 марта вышел закон что если вы едете в какой-то другой город из анкориджа или вообще там из василы на другой город то вас могут остановить и оштрафовать до 10 тысяч долларов получается только если у вас случай нет ложки вам нужно к доктору за каким-то определенными продуктами или на работу другие причины не принимаются то есть чтоб люди все-таки понимали что это карантин они гуляния поэтому вот 28 марта мы здесь также выступил выступил закон по поводу социальной дистанции 6 фит то есть где-то два 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 с половиной метра 6 фит это подождите этому родорос 6 фит метр будет 4 получается должна быть дистанция но я вот зашла в магазин 28 марта в костка честно я не заметила вообще особо никакой раз я сейчас костка здесь протирают тачки мы протерли в масках входят единицы 30 марта сокращает часы и социальное расстояние между друг другом должно быть 6 фит но честно сказать я еще не заметила такой вот прям конкретной разницы набрала уже мастерных пакетов потому что мы часами пользуемся их разобрали других магазинах так сейчас я пришла за продуктами очень любим виноград большая коробка 4 паунда 12 долларов 5 авокадо 10 долларов что у нас тут еще есть вкусненького в общем вот люди вы видите маски только я груши как вы видите с продуктами проблем нет с мусорными пакетами в туалетной мамы проблем нет люди без масок как будто не здесь на лягке сейчас 85 случаев и два из них смертельных 1 апреля у нас закроется аэропорт потому что обычно 1 апреля начинается поток туристов поэтому его закроют с канадой тоже доехать на аляску нельзя по поводу выплат певди их не будет как я так и думала то есть та которая выплачивает алясканцам хотели доплатить за прошлый год но ничего доплачивать не будут сделают как обычно в октябре и даже меньше чем обычно вроде будет около тысячи но опять таки это еще так что не подтвердили потом то что обещал трамп 2 400 на семью плюс 500 долларов на семью ой на ребенка но это тоже когда что будет непонятно вроде деньги выделили а когда дадут неизвестно насчет больниц так получилось что на прошлой неделе со вторник а на среду изабеллы так угострился вообще кашель и все еще это рвота мурат решил с ней поехать не отложку и проверить все таки на ее можно какие-то вирусы в чем причина когда он приехал была полупустая больница почти никого не было ее сразу же приняли проверили на типы гриппа на урви на коронавирус 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 кали ждать 2 7 дней результатов пцр вот мы их уже знаем он отрицательный тоже на все у нее пришел принципе отрицательный ответ просто видимо то чем болел тимурка передалось ей потому что очень симптомы похожи работа с кашлем вот но сейчас уже тут вроде становится все попроще сейчас на аляске 114 кейсов по коронавирусу и 3 смерти по моему одна из них в анкоридже и около 60 случаев анкоридже тоже происходит принципе не так много аляска находится на четвертом месте снизу по заболеваемости из всех штатов то есть там идет вайоминг северная южная дакота и аляска я думаю что это связано с тем что большая территория немало народу то есть мы можем себе позволить так вот выйти недалеко от дома и никого не будет прогуляться семьей подышать свежим воздухом потому что дома есть очень тяжело мужей музыку включаем танцуем и всякие кулинарные шедевры получаются аля мастер-шеф аномально холодно сегодня ночью было до минус 13 часть минусовая но в принципе все тает потому что как я уже говорила у нас очень сильное солнце во первых что щуришься что греет булынка решила рискнуть пройтись по льдинке и так смешно упала давай будешь кататься на коньках те кто не смотрит у вас уже возможно плюс 20 ну вот он этот лед которым ты идешь и он трескается слава богу не пол метра воды пора худеть вот такая у нас весна почти апрель месяц начинает появляться лужа здесь хорошо чем что столько вообще у нас снега было но он постепенно тает подмерзает то есть ты не чувствуешь какой-то слякой эти грязи все нормально еще когда мы были у друзей там стоит моя машинка который подарил мне мурат на мои 30 лет вот я могла попрактиковаться на ней что ж маша первый раз за рулем машинки не знаю куда как далеко мы уедем вообще сдавать на права наверно буду через две недели то есть мурат отработает две недели я выучу теорию и практикуюсь немного еще с параллельным парковкой и надо выйти будет на фривей то есть там где скорость уже более 100 километров в час то есть на трассу и можно будет сдавать а так до новых встреч увидимся в новом видео пока